По поводу Нагорного Карабаха и то, что осталось от Нагорно-Карабахской непризнанной республики Степанакерта, он же Ханкенди, в версии азербайджанской. Все-таки что будет со статусом, что будет с теми людьми, которые там живут, на ваш взгляд, потому что сейчас вот были заявления о том, что в Армении будет принята какая-то новая конституция и в ней будет упомянут Нагорный Карабах. Вот в каком смысле он может быть упомянут там и так далее и не приведет ли это к новой эскалации какой-то и к новому обострению? Я думаю, что к новому обострению это не приведет из-за того, что у нас, извините, есть миротворческий контингент, который там войны не допустит, условно говоря. Но мое личное убеждение, что вопрос статуса используется для того, чтобы затянуть, опять же, реализацию трехстороннего соглашения, чтобы как можно больше отсрочить вот это вот неумолимое выполнение Армении своих обязательств. Я думаю, что в итоге, когда, знаете, у вас будет вот, знаете, интересная картинка, есть граница США и Мексики, значит. Там вот на одной стороне пустыня и ничего, а на другой, значит, там города, улицы, машины ездят. Вот, естественно, люди, которые живут вот на территории непризнанной этой республики, посмотрят, что, грубо говоря, вот там, значит, все хорошо и колосится, а там у них ничего не происходит, потому что нету никакого смысла в существовании вот этой вот непризнанной республики, кроме смысла идеологического, смысла, который в головах у наиболее вот таких рьяных патриотов вот этого квази-государственного образования. Поэтому, естественно, история расставит все на свои места. Грубо говоря, вот эти жирновые истории, которые медленно мелят, они уже сначала, значит, перемололи оккупантов там, и теперь уже там, грубо говоря, идет естественный процесс возрождения жизни, а не смерти. И такая же ситуация будет с оставшимися землями, и мне кажется, что, грубо говоря, армяне, которые живут там, они или примут гражданство Азербайджана, что им предлагается, и получат культурную автономию, или, соответственно, уйдут в Армению. И, конечно, история о Конституции, история об обуминании статуса, это супер токсичная вещь, которая может отравлять саму Армению причем. Потому что мы понимаем, что у Армении, ну, нету у нее ничего, никаких рычагов и инструментов для реализации, не знаю, там, независимости вот этой так называемой НКР. Ну, ничего нету. И это опять, понимаете, у нас с вами какая-то сегодня прям программа получилась о политике прошлого и политике обид. И опять они, знаете, вот в тело своего организма вкалывают вот эту иглу с обидой, вот этот яд, который, значит, они сами по своим венам будут гонять, и опять на какие-то десятилетия отраблять собственное национальное самосознание. Короче, я думаю, что рано или поздно вся эта территория будет территорией Азербайджана, как это, в общем-то, юридически есть. И люди свыкнутся с этим, и не будет вот этого, понимаете, нынешнее положение противоестественное. Ситуация, которая была до трехстороннего соглашения, она была еще более противоестественна. Мы видим движение к естественности, к натуральному порядку вещей, когда на земле живут люди, которые ее любят, которые ее восстанавливают, и которые превращают ее в землю жизни, а не в землю смерти. И такая же история будет и дальше. Карабах будет землей жизни весь. Черный сад расцветет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ